так друзья продолжаем то на чем остановились остановились мы на том что выполнили все задания завалили двух каменных змей и теперь нужно естественно поговорить с их предводительницей обо всем том что произошло я убираю просто туман войны специально вдоль стен хожу страж мое воплощение ваксе ничто уже не остановит слишком поздно но почему мы должны быть врагами присоединяйся ты как я пленник нодена и лишь я волен освободить тебя не придавать же свободу что пробу быть рабом в нодене если мы можем вместе как боги править миром идти со мной страж я обещаю тебе власть а коль ты не мечтал нам по-прежнему поступают угрозы будем надеяться что они не будут притворены в жизнь так идем к чинкаш или что ну да наверно надо к ней сходить доложить обстановку значит загарку меня карагос у меня все здорово на в любом случае идти в ту сторону потому что там телепорт находится зал наш давай зал наш скажи нам что-нибудь мы скоро она ничего мне не скажет ладно значит у меня есть оба оба артефакта и теперь теперь нам нужно собственно снова разрушить метеорит попробовать прошлый раз у нас не получилось теперь у нас есть полный комплект и тут нужно схитрить если мы сейчас явимся в храм агба чтобы разрушить артефакт там нас 3 толпы илсидов мы у нас против илсидов никаких шансов нет поэтому нужно зайти с черного хода а черный ход находится у гоблинов давайте отправимся к подземному озеру я оттуда через гоблинов мы через гоблинов через гоблинов мы зайдем с тыла так сказать и уничтожим этот метеорит до сюда нам только я немного не могу сориентироваться где гоблины нам другую сторону илсиды это страшно поверьте блин я не понимаю это надо на третий уровень это надо на третий ярус нам было телепортироваться тьфу ты на второй а я на четвертый нам на 2 надо вот чего идем второй ярус что ты будешь делать теперь сейчас буду полчаса искать как пройти к этому телепорту о боже мой началось а вот телепорт слава богу сейчас на второй ярус телепортируемся большому обвалу да 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 вот туда надо было отсюда мы попадаем гоблином а от гоблинов мы попадаем в храм акба там наш старый знакомый стоит скульптор скульптор дрю вот здесь проход гоблином где-то здесь должна быть потайная кнопка это не здесь ты что-то гоблины испанулись но они не проблема проблема для меня не составит это точно где этот запасы где этот чертов не могу сориентироваться храм акба где-то там должна быть дверь потайная ищем вниз отсюда я пришел по моему отсюда я пришел где эта дверь а а камеру Входить я буду, видимо, долго. И что, где мы? А, вот здесь. Вот здесь где-то. Или что? Где-то здесь, по-моему. Ой, блядь. Как попасть в хромаг бы? Время теряем просто. И затягивать лицплей, это же стрёмно. Вот хромаг бы, вот здесь вот он. Тут. Сюда. Вот здесь вот надо как-то пройти. Вот. Через второй уровень. Через второй ярус. Значит, мне сейчас надо выйти снова... На второй ярус вернуться. Я теперь не могу найти, где выход на второй ярус. Что такое? Ладно, мне похрен. Что тут вы... Так вот, снова возвращаемся на второй ярус. Нам надо со второго яруса попасть в храм. Так, и вот здесь вот... Вот здесь вот эта дверь. Всё, теперь я должен... Должен... Да, теперь я точно понял, как попасть в хромаг бы. Именно к метеору. В основную часть храма лучше не соваться. Нам с илсидами не справиться. Давайте проверим кольца, магия и защита. Так, сойдёт. Вот эта секретная дверь, слава богу, нашли. Сейчас мы попадём прямиком в хромаг бы. Иди ко мне. Ты нужен мне. Отдай мне свою жизнь. А-а-а! Так, завалили этого пидораса. Извиняюсь за выражение. Так, и вот этот метеор. Теперь нам нужно нацепить на себя эти кольца. Значит, крагас. И загарк. И вот теперь мы можем разрушить этот метеор. Пойду сообщить о победе совету. Наверное, теперь я смогу вернуться назад на Ноден. Забираем вот этот вот порошок. Он называется Колтка. Это порошок от метеорита. Так, метеорит уничтожен. Козьбы... Козни Акбаа провалились. Но, что странное, Силип Нурат не позвал меня обратно в Ноден. Надо вернуться в королевство и выяснить, не смогу ли я попасть в Ноден самостоятельно. Сейчас будет вторая засада, друзья. Если мы сейчас вернёмся... Ну, а мы по-любому вернёмся в королевство, то там мы обнаружим толпу илсидов, с которыми мы, опять же, повторюсь, не справимся. И вот это пока что самый сложный момент игры бы нам предстоит. Так, как отсюда выйти? Какой-то рычаг надо втёрнуть. И вот это предстоит самый сложный момент. Нам король, значит, короля посадили в тюрьму. Нам нужно добраться до короля. Добраться крайне сложно. Так, чёрный ход. Так, это мы закрыли чёрный ход. Так, а это что? Система охраны. Так, чёрный ход. Отсюда, что ли, надо выходить? Не понял. Замка нет никакого. Так, система охраны. Не поворачивается. Если я туда пойду, то там меня встретят элсиды, сладко не придётся. Блин, как эту варорешётку открыть, я не пойму. А, вот, всё. Выбрались из этого. Так, вот, сейчас главное под раздачу не попасть. Под горячую руку элсида. Да, всё, мы выбрались из храма. Хорошо же, Страж. Я вижу, ты отказываешься от моего щедрого предложения. Может, в нашу следующую встречу ты об этом горько пожалеешь. Уж не думал ли ты, что разрушение метеорита остановит меня, а оставшегося потока силы хватит, чтобы я воплотился в Арксе. Да, сейчас ко мне не поступает силы жертв, но стоит мне явиться, и она хлынет потоком столько душ, которые можно выпить. Акба по-прежнему хорохорится, не прекращает угрожать. Так, теперь нам нужно вернуться в королевство Аркс, то есть в город Аркс, но там нас будут встречать элсиды. Нужно каким-то образом прорваться к королю. Это будет крайне сложно сделать. Вообще, мне сейчас нужно по идее добраться до какого-то телепортера, чтобы очутиться сразу в замке короля. Да, именно так мы и поступим. Ищем телепорт. Так, сейчас я спущусь на второй ярус, оттуда опять мы вернемся к обвалу, где скульптор-тролль. И оттуда мы телепортируемся прямиком в замок, а потом быстрым, стремительным броском попытаемся прорваться к королю. Извини, друг, ты здесь оказался. Кстати, он не атакует меня. Ну тогда я тоже не буду его атаковать. Хрен с ним. Бежим к телепорту. А вот дальше, когда мы очутимся в замке, будет крайне сложный и опасный момент. Очень надеюсь, что у нас получится. так, я попробую спрыгнуть. Надеюсь, не ушибусь сильно. да, не ушибся. Так, портал в королевство в королевство аркс. Вот тут я сохранюсь и вот сейчас будет крайне важный сложный момент. блядь, не в королевство. Мне надо в королевство, а не в город. блядь, на меня бегут. Фух, успел, слава богу. Вот это, это, вот это уже лсиды на меня атакуют. Сейчас нужно быстро проскочить, успеть. там есть потайной проход. Ну и там тоже встречать будут, поверьте. Потайной проход вот этим светильником открывается. Так, проскочили в потайной потайной проход. Но это не все. Сейчас еще в узком проходе надо будет как-то разминуться с лсидом. Как же он не дает мне пройти, сукин сын. Уйди отсюда. Так, загружаемся. Снова попытка номер два. Нужно с ним разминуться. Портал в королевство людей. Этих попыток, к сожалению, может быть много. попытка номер два. вот здесь вот пошире, вот здесь надо попробовать разминуться с ним. Так, вот он на меня побежал. Вот, 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 я прорвался, я прорвался. Бежим, 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 бежим. Я прорвался. За мной погоня, но уже не догонят, скорее всего. Смотрим ролик. Холтар? Это была ловушка, и ловушка для тебя, Амшигар. Я понял их план, и не дам им выполнить его, Благодарю. Но где найти короля? И Сербиус не шутит. Если король еще жив, он, наверное, прячется с остатком своих людей в комнате стражи. Я начинаю понимать, почему Илсиды не перебили всех людей в королевство. Это безумие. Агба голоден, и Сербиус хранит их как запас свежего мяса для своего господина. Если дать Агбе шанс, он пожрет все. Холтар, зачем ты стал работать на Илсидов и Сербиуса? Когда я выбрался из тюрьмы, это казалось неплохой идеей. И Сербиус, знаешь ли, умеет быть убедительным, и планы у него что надо. Он хочет вернуть Арксу солнце и вывести народ из этих крысиных нор. Для тех, кто, как я, побывал на поверхности, этот план дорогого стоит. А теперь беги. Через канализацию. Я придумаю, что сказать остальным. Бежим через канализацию. Только не забываем прихватить вот эти вот шикарные доспехи на грудник Илсида и штаны Илсида. Двуручный меч. Сраж, я знаю, ты слышишь меня. Ведь ты носишь сейчас одеяние моей паства. Предатель Култар спас тебя на сей раз. Тебе повезло, Сраж. Но это ненадолго. Ничто в Арксе не может остановить пришествие моего господина. Поздно. Я и Агба почти едины. Подбираем шмотки. Вот мы облачились в одеяние Илсида. Здорово. Уходим через канализацию. Олухи, вы опустили стража. Оставьте это ничтожное королевство людям и возвращайтесь немедленно. Итак, Илсиды оставили город. Ушли они отсюда, слава богу. Сейчас весь лишний Хаббар продадим. Так, нам нужно во-первых на совет королю. Это однозначно. Получить дальнейшие указания. Посоветоваться с Филнорой, с библиотекаршей. сварить зелье. Если порошок есть. Сидит царюшка. Тысяча благодарностей Амшагар. Ты спас королевство. Мы вечно будем признательны тебе. Я уничтожил метеорит из храма Акба. Я боюсь, что это уже не удержит Акба от пришествия на Аркс. Но это невозможно. Ведь метеорит был каналом его энергии. Сделанное бесценно. Это ослабит Акба. Но, как я полагаю, у Акба было время собрать достаточно сил, чтобы попытаться все-таки воплотиться в Арксе. Думаю, у Иссербиуса есть тайное логово, где он готовится призвать Акба, предложив собственное тело в качестве вместилища. Как же предотвратить это? Никак. Остается только убить его в момент воплощения до слияния. Чтобы собрать энергию, ему нужно время. Но пока он будет это делать, он будет неуязвим почти для любого оружия. Нужен величайший из заговоренных клинков. Только он поразит эту мерзость и рассечет связь между Иссербиусом и Акба. И где найти такой клинок? Боюсь, что он еще не выкован. Надо создать особый клинок для этого боя. В книге зачарованное оружие рассказывается, как его изготовить. Книга пригодится вам. Буду действовать так быстро, как только смогу. В книгу добавлена новая запись. Королевство спасено, ловушкой Сербиуса не удалось. Теперь понятно, почему меня не вернули в Ноден. Моя миссия все еще не завершена. Акба успел накопить слишком превосходно, что я разрушил метеорит. Не то Акба был бы непобедим. Сейчас он, наверное, уже объединяется с Сербиусом. Это займет немало времени, но и Сербиус в это время будет неуязвим для большинства оружия. Мне понадобится для встречи с Акба нечто особенное. Так, сейчас зайдем в эту... Короче, будем зелье варить. Однозначно. Потому что поход предстоит нешуточный. Так, перемалываем папоротник. Ну, еще три единицы порошка возьмем. Так, берем всю кувшинку, какая есть. Нам нужно будет много лечебных зелий. Так, это противоядие. Противоядие у меня шесть флаконов есть, обойдемся. Так, мука, толченый венок, это для магии. Для магии. Толченого венка у меня тоже много. Так, значит, зелиями затарились. Тут чего? У нас, кстати, два камня от Бакт. Мы оставили третий камень Акба в храме Акба, то есть нам туда все равно сейчас придется наведаться. Но теперь мы в доспехах Илсида значительно сильнее, уже не так страшно туда соваться. Проклятие, изгнание нежити, изгнание нежити, молнии. Ладно, пока мне эти не нужны. Сейчас заглянем к гибриотекарше и в лавку лаборатории алхимика. Будем зелье варить. Готовиться к грядущим битвам. Не хочет она со мной разговаривать? Я ищу книгу под названием Зачарованное оружие. Пожалею Амшигар здесь такой нет. Чтобы найти ее тебе придется навестить библиотеку моих сестер. Нам надо в библиотеку змей. Начинаем варить зелье. тут уже 20 флаконов я в прошлый раз приберег. Ну а теперь надо для себя уже варить. Пять флакончиков целебного зелья не не помешают. Пересыпали порошок. Начинаем гнать. флакончиков флакончиков и пяток я сейчас куплю в лавке целебных зелий. Еще пять зелий мы переложили. Яда четыре штуки. Я думаю что можно сварить еще парочку. Пусть будет одно. Один яд готово. Противоядие у нас дохрена. Давайте еще. Еще одно. еще один яд сделаем. Кстати мы можем перейти на новый уровень. Шикарно просто. Просто шикарно. Значит распределяем очки. Силы у меня много но потому что сила давайте выносливость добавим. Так защита 111 сила 15 давайте силу прокачаем до 90 единиц. силу прокачали еще 5 единиц осталось магию что ли дает доступ к заклинанию да нет давайте все 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 очки потратим на силу значит кольца надеваем какие были эти мне больше на руках не нужны кольца надеваем жадность я продам кольцо оберег защита плюс 10% хорошее колечко цепляем кольцо волшебника и все неудачно я видимо продал все кольца которые у меня были в начале еще игры и это было неправильным решением кольца повесили все очки распределили яд я сделал уходим значит сейчас я загляну в кузницу продам все лишнее загляну к торговке морей куплю лечебные зелья на все деньги в принципе навряд ли мне деньги понадобятся для покупки оружия потому что я уже получил такое оружие что так это я не в ту сторону я в обсерваторию пошел я уже такое оружие получил которое в продаже не имеется у меня настолько мощное обмундирование дальше и дальше то что я буду по сюжету находить буду использовать поэтому деньги сейчас наверное имеет смысл пускать только на целебные зелья Кстати, два вот этих вот загарки за гор Нужно вернуть Алие Которая предводительница мятежников Нужно ей будет их отдать И за это она нам вернет щит предков Так, что-то я заблудился Вот туда нам Из-за этого она отдаст щит предков Он намного лучше, чем осадный щит, который сейчас у нас Чинить ничего не надо Прочность у всех Так, ну сабельку Сабельку имеет смысл, наверное, починить Починил Лучше не могу Чиним и эту Лучше не могу Так, и Продаем Наш старый хавор Штанишки Нагрудник Сабельку Двуручный меч Конечно, сабли плюс 6 Слабовато Рыцарский длинный меч Рыцарский длинный меч Попросим его, наверное, починить нам А, нет, у него прочность Прочность максимальная практически Все, избавились от лишнего барахла Затариваемся лечебными зельями А потом я пойду на четвертый уровень Колее за щитом Отдам ей этот Загарка Крагос И Заберу щит Потом нам надо будет вернуться еще В храм Акба Забрать оттуда третий камень Акба Вот Забрать третий камень Акба Ну и да, больше там делать нечего Но чтобы забрать, там придется перебить кучу улсидов Но мы теперь уже не так беспомощны, как были раньше Так, лишний амулет троллей продаем Здоров Так, два изумруда Ожерелье Еще одна жимуля Кольцо жадности Все, больше продавать нечего У нас в кармане Три тысячи Три с половиной тысячи монет Сейчас купим все лечебные зелья, какие есть И больше, кстати, не будет, скорее всего До конца игры За зельями надо будет уже к другому торговцу идти Скупаем Двести восемь монет за каждое зелье Но оно того стоит Поверьте Оно того стоит Скупили Преграды Так На четвертый уровень Колея за счетом предков Погнали Ребят, вы зря Опять придется сейчас мочить гоблинов Факел есть Ни хрена не вижу Проклятия Факела нету Пойдется ходить на ощупь Я даже не буду отвлекаться на этих гоблинов Они настолько слабые Настолько мало опыта От них, что Не буду на них отвлекаться Вот они бьют Они бьют У меня здоровье даже не убавляется То есть такой класс защиты уже Мощный Вот мне реально щекотно Не вижу где Не вижу где это Замок Вот он Еле-еле Твоя Радина Так мы В городе мятежников Идем к колее Кстати Тут у них торговец есть У этого торговца Тоже желательно купить Все что можно Вот он Лечебные зелья В первую очередь Меня интересует А что у него нет Лечебных зелий Это будет очень обидно Если нет Да? Нету К сожалению нету На пятом ярусе Два брата торговца У них можно купить Лечебные зелия Идем к колее Идем к колее Куда же ты уходишь Куда же ты уходишь Амшигар Разве ты не счастлив со мной? Я знаю как важна твоя миссия Но Я Не сделаю так Что ты никогда Не покинешь меня Куда же ты уходишь Амшигар Разве ты не счастлив со мной? Я знаю, как важна твоя миссия Но иди, Амшгар И береги себя Платила, чем смогла Конечно, до видимака далеко, но хоть что-то Значит, отдаем ей второй амулет Крагас и Загарг вместе Теперь их сила огромна Куда выше, чем у одной Крагас Когда они воссоединялись в последний раз Их держала рука моего деда Короля Пакселиса Теперь нам не нужен щит древних Возьми его в знак нашей благодарности Так, у нас щит древних Напяливаем Вот, осадный щит я сейчас пойду продам Смотрите, какой красавец у меня, да? Боец Так, идем к торговцу Продавать щит Щит занимает целых 6 слотов Поэтому от него желательно как можно быстрее избавиться Чтоб места не занимал Черт возьми Не вздумай прикоснуться коленей хоть пальцем Магазин-то уже закрылся, не успел я Так, следующий пункт программы Мы делаем всякие мелкие дела То есть, ну, закрываем дыры, так сказать Теперь нам нужно Значит, отправиться в храм Акба Все-таки забрать оттуда третий Третий камень Акба Это в любом случае нужно будет сделать Я уже сейчас более готов к поединку С этими Как их там Илсидами Я вот думаю, только пытаюсь помнить Как Как мне попасть На первый ярус Мне надо до первой До ближайшего телепорта просто добраться Ни хрена не вижу Ну так игра сделана, друзья В нее надо играть Играть надо ночью С выключенным светом Так, пятый уровень А где-то здесь должен быть Телепорт Но я почему-то его не наблюдаю Не понимаю Где-то должен быть телепорт Ааа, вот он Мы его, кстати, не активировали На пятом уровне мы не активировали телепорт А, нет, мы его активировали Просто его плохо видно на карте Надо его так вот обойти Комнату Чтобы убрать туман войны Так, следующая цель Храм Акба Значит, отправляемся В королевство людей Портал Варкс Отправились Так, вот туда нам В ту сторону Ой, 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 нет Блин А, ну ладно Тут лестница Я уже думал Мне сейчас придется Все это дело обходить Сейчас около минуты Займет путь До храма Акбы Там Да Они Не забрав в храме Акба третий камень Акба, а их всего надо будет собрать пять Мы игру не завершим Поэтому вот так вот как-то На заставе по-прежнему никого нет Стражников нет Видимо после того как их убили второй раз Король понял Что посылать сюда народ Бесполезно Отступился Добрались до храма Тут я думаю нужно обязательно Отравить меч Схватка предстоит очень серьезная Оружие отравлено Отравили Илсиды это страшно Ну теперь я уже более-менее готов Опа Нельзя промахиваться Я не сумею это Схваткин сын Как он страшный Смотрите у меня здоровья уже ни хрена не осталось Жесть Какие они живучие-то собаки Я даже не могу в него попасть Сухин сын Все здоровье отобрал Сейчас он взорвется Надо отойти Все здоровье отобрал Вот как с ними драться И при том что я в доспехах Илсида Но мне в любом случае надо этот камень Раздобыть Давайте съедим Всю жратву какая есть Да толку-то от этой жратвы Толку никакого Вон я слышу топот ног Там много По-прежнему Ну что Съедаем Съедаем Все что есть Столько сожрали А толку-то видите Вот еще один сукин сын Отравили Теперь убегаем В принципе он сейчас будет травиться У него сейчас ускоренное Ускорение работает Поэтому надо драпать 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 Не ждать когда у него закончится ускорение Так ускорение у него закончилось Да ни хрена оно не закончилось По-прежнему носится Как огорелый Тварь Так он отравлен Тогда наверное давайте просто от него убегать В надежде что он сам по себе отравится То есть потеряет часть здоровья Тянем время так сказать Сукин сын Он опять ускорился Снова я его траванул Сожрал аптечку Сдох пидарас Отходим Сейчас взорвется Как же трудно с ними драться Очень крепкие пацаны Вот здесь вот камень О боже мой Еще один Собака Так вот здесь вот можно кстати Немножечко Считерить Не то что считерить Вот здесь вот выгодная позиция Если залезть вот сюда То он начинает тупить Видите Ух ты Попался Блять Не особо-то тут и выгодная позиция А давайте отравим меч Отравим меч Сейчас он по мне даст Где я Блин Оружие отравлено Сука Пью драгоценные лечебные зелья Блять Вообще не могу в него попасть А он зато охрененно по мне попадает Так попал в спину Как с этими сволочами драться Как Просто ждать пока он это Он сейчас травится Он сейчас травится Тянуть время Есть Есть уничтожение Собака Сиды страшная вещь Так Ну тут сейчас Тролля завалим Ну тролля Намного проще убить Ввиду его неповоротливость Все Субтитры сделал DimaTorzok Промах Опять промах Попадание 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 Все, готов Собираем сердце И вот сейчас тоже предстоит довольно серьезная битва Опасная битва После того, как мы возьмем камень Акба А он спрятан вот за этой потайной кнопкой Выскочит жуткий лич Тоже непростая схватка Самоцвет День происшествия Какая-то книжка, давайте почитаем Текст этот писан Лордом Лонгом Создателем и первосвященником Ордена Тьмы В году 199 Когда он явился, я был дипломатом Королевства Аркс Тогда мы еще жили на поверхности под сиянием солнца На 37 день 216 года Я был в обсерватории Где наблюдал солнцестояние И увидел метеорит, обрушившийся с небес Неподалеку от нас Когда он рухнул, земля сотряслась Я подумал, что настал конец света Но когда шум утих, я решил поглядеть на место падения Когда ладонь моя коснулась внеземного камня Я был поражен необычайным видением, лишившим меня сознания Словно во сне я слышал голос Голос поведал, что он прибыл спасти наш мир И что мне предстоит узнать от него путь просветления Я чувствовал, как меня сжимают гигантские длани И слышал этот гортанный голос Я видел много картин От начала времен до наших дней Я узнал имя своего божества Акбаа, единый и несомненный повелитель Аркса Теперь я знал свою цель в жизни Помочь Акбаа обрести последователей, верующих в него Чем больше я их отыщу, тем выше станет мощь моего господина И однажды он сможет воплотиться в Арксе Сделав меня господином мироздания Я возвел в его честь храм под землей Невдалеке от нашего города Чтобы внимать его божественной мудрости И распространять слово веры межлюдей Средоточием молебнов стал метеорит, именуемый Колтк Угодить моему богу можно лишь одним способом Принося ему в жертву разумные существа Восхищение и любовь моя к нему Были вознаграждены бесчисленными возможностями и познаниями в магии Что сделали меня куда могущественнее, нежели доступно смертному Сила эта вселила ужас в сотни неверных Да, эту книгу написал, видимо, основатель Не видимо, а точно, основатель этого культа А вот сейчас насчет самое интересное Все, только мы открыли сундук, выскочил лич Его надо бить Вот так вот Так вот Вот сукин сын Он меня парализовал И вот в этот момент Со мной делай что хочешь Есть попадание И даже двойной урон Он вызвал Он вызвал Зомби, но зомби это Всего лишь мелкая помеха Намного опаснее его заклинания Нельзя позволить Зажимать себя в угол Потому что он может применить жуткое заклятие Которого нужно бежать Пути к отступлению должны быть обязательно Все Ну, в принципе, очень даже легко я с ним справился Я думал, будет сложнее И теперь спокойно забираем Третий камень Акба 400 золотых Свиток разрушения бригад Два кольца Жадности и серебряные Забрали Теперь Теперь нам нужно вернуться Теперь нам нужно вернуться в город Сплавить все лишнее Сплавить все лишнее Третий камень Акба Отложить в сторонку у короля В общем, расчистить инвентарь И после этого мы отправляемся На нижние ярусы подземелий В поисках А в поисках чего? Нам нужно встретиться со змеями То есть нам нужно встретиться со змеями И они нам дадут дальнейшее указание Опять довольно неблизкий путь до города Друзья, прям секундочку Секундочку Все, я здесь Идем в город Секундочку 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 啊 Продолжение следует... Да, путь не близкий. Но мы уже почти дошли. Сейчас заглянем по-быстренькому к ювелирку-кузнецу. И к змеям. И к змеям. И к змеям. И к змеям. К змеям. И к змеям. Браслет. Самоцветы. сок золота ему можно продать мне-то нужно золото давайте продадим я не знаю для чего тут может понадобиться золото понять что такое включить чуть-чуть возьмите ключи не потерял так золото тоже подаем я как понимаю но кроме как на продажу больше ни на что не годится все кузнецу один только щит чего стоит 6 слотов занимает какие ворота как это не кузнец кузнец дальше даем ему щит даем ему вручные мечи корма отобрали усидов починить ничего не надо прочность 58 40 но вообще-то надо бы починить давайте попробуем попросить его починить сколько он возьмет 200 300 монет нормально не теперь не понял все как новенькая как новенький починил доспехи в нормальном состоянии у нас нормально все отлично лучше ладно в следующей серии продолжим а пока наверное прощаемся всем пока в следующей серии мы отправимся к змеям получать дальнейшие указания ну и забегая вперед скажу что будем исследовать седьмой и восьмые ярусы подземелья до свидания